всем огромный привет добро пожаловать в новый влог сегодняшний влог мы начнем с мотивации будем убираться стирать мыть окна гладить поэтому кому интересно оставайтесь со мной подписывайтесь кто не подписан ставьте лайки пишите свои комментарии мотивируйтесь приятного просмотра я уже занялась окном сняла шторы нужно мне и постирать квартиры я пока стирать не буду я их скоро совсем буду убирать и поэтому пока решила не буду я их трогать и буду мыть окно так как уже с огородными делами практически закончили картошку опустили в подпол никакой такой большой грязи пыли не будет самое время помыть окно но это конечно не конечный вариант перед зимой все равно нужно будет мыть и со стороны улицы и со стороны дома поэтому я пока так освежу можно сказать и все шторы постираю поглажу и повешу их на место и будет уже свежу и чисто а 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 Сейчас прям в срочном порядке. Пришлось ехать на ветстанцию, покупать ошейник новый от блох и клещей и капли от блох и клещей. Мальчик наш где-то нахватал блох. Ну, не было, я периодически-то его проверяю, не было. Сегодня лежит, что-то весь скубется. Я смотрю, а там по пузу блохи ползают, представляете? Я быстрее на ветстанцию вот купила ампулку капли. На холку нужно накапать и через день можно одеть ошейник. Вот где-то нацеплял, нагулялся. Сейчас придет где-то на улицу, пошел, придет с улицы, будем заниматься процедурой травить блох. Всем еще раз привет. С вами лично решила поздороваться. Немножко переделала тут кое-какие дела, навела порядки. И завтра я еду в Омск. У нас у сына будет посвящение в курсанты. Там у них будет парад. На набережной, я так поняла. И там, ну, короче, все вот это вот. Конечно же, я там, как смогу, я вам поснимаю. Какие-то кусочки покажу, как наши красавцы там будут маршировать. И вот, я еду и решила, знаете что? Ну, обычно как, едешь, ну, по-простенькому так, удобненько оделся. Что там штанишки, вот костюмчик какой-то такой по спортику, да? И поехал. Что сильно там никуда не надо. Тут я что-то решила, знаете, так подвыпендриться. И вот сегодня примеряю наряды, в чем же я хочу пойти на это посвящение. Сейчас вам покажу. Тут у меня кровать не заправлена. Не обращайте внимания, потому что я сейчас постельное белье буду менять. Поэтому я ее так закинула, не заправляла. И сейчас вам в зеркало покажу, что я хочу, во что я хочу нарядиться. Так, ну, вот костюмчик залезла в свои закрома. Нашла костюм. Ну, как нашла, у меня и не терялся. Костюм я раньше в нем на работу ходила. А тут, думаю, ну, как-то хочется посолиднее выглядеть. Ну, не пойду же я на посвящение в спортивных штанах там или, ну, не знаю, там, в каких-то, вот в этом костюме вельветовом. Хочется как-то посолиднее выглядеть. Вот беленькая кофточка. Ну, у нее три четверти рукавчик. И одену, вот, наверное, вот этот костюмчик. Вот такой у меня костюм. Здесь он завязывается. Ну, думала, знаете, как? Думала, одену эти ботильоны на каблучке. Конечно, будет смотреться посимпатичнее. Но, опять же, нужно будет, если ехать на машине на каблуке, неудобно. По городу тем более на каблуках ехать. Во-вторых, там нужно будет ходить. И устанут ноги. Поэтому я, знаете, что-то подумала, а почему бы и не в белых кроссовках? Ну, как бы, в принципе, смотрится нормально. Как вы скажете? Ну-ка, как вы думаете? Хорошо. И пиджачок, что если будет прохладно, мне не будет в нем холодно. Не нужно будет брать куртку. А если будет тепло, жарко, я могу снять пиджачок и просто в брючках и в кофточке находиться. Ну, вот, короче, как-то так. Планирую взять с собой костюм, переодеться. Поеду-то я, естественно, в том, в чем мне удобно. А там уже переоденусь в этот костюмчик. Давно я его не одевала. Девчонки, наверное, года три точно он у меня в шкафу висит. Ну, а тут решила, давай-ка я его примерю. И вот померила и даже вспомнила. Вспомнила было. Ой, а здесь еще поясок такой завязывается. Ну, можно просто, чтобы он болтался. Но я на бан завязываю. Короче, как-то так вот это дело все выглядит. И напишите, как вам? Как вам? Вот именно с кроссовочками, костюм? Или все-таки лучше ботиночки одеть? Девчонки, кто-то спрашивал меня, что готовку перестала практически показывать, что я готовлю себе одной. Да ничего себе не готовлю. Вот серьезно. Покажу вам холодильник. У меня там шаром покати. Вообще вот, не знаю, что мне и не хочется. Утром встала, кофе сварила, кофе попила. Ну, бывает редко. Ну, вот 27-го я Егора увезла домой. Вот приехала 28-го. И вот, что, наверное, раза два или три я на утро завтрак делала. Омлет с овощами или яичницу с овощами. Все, как бы. И один раз захотела капусту тушеную. Я вот маленькую сковородочку себе сделала. Я раз поела. И потом, короче, стояло это все стояло. Я собаке отдала. Потом я еще приготовила себе, захотелось мне рисовой каши с мясом. На один стакан риса приготовила. Думаю, ну, обычно на два, на семью готовлю. Здесь, думаю, на несколько дней. И тоже раз поела. На следующий день тоже что-то я в обед там поклевала. И так же собаке отдала. И, короче, и все. Я больше ничего не готовила. Утром вот кофе попила. Днем, там, когда просто чай попью. Ну, или с бутербродом. Там хлеб с маслом сверху. Кусочек сыра. Либо повидло какое-нибудь, варенье. Все. Вся моя еда, короче. Худею на масле. Вот так. И что-то ни хрена не худеется с пустыми сковородками. Как бы не готовлю. И что-то. Ну, не знаю. Я на весы, правда, давно не вставала. Надо будет как-то мне это дело проверить. Ну, и давайте покажу вам холодильник. Что у меня в холодильнике-то. Чем я там питаюсь. Так, девочки. Ну, вот. Шаром покати. Здесь у меня только консервация. Энергетик лежит уже две недели. Ну, это я купила. Пусть лежит мне в дорогу. Консервация. Варенье. Варенье. Грибы маринованные. Тоже открыла банку. Вот два грибочка съела. Стоит. Масло-сыр. Тоже здесь сало соленое. Компот. Варенье. Соленье. Ну, и вот еще кусочек перчика. Не доело. Остался. Здесь борщ оставила мальчишкам, чтобы увезти. Здесь что? Кетчуп у меня с кабачков, который. Все. Здесь кабачок лежит. Готовила что-то. Думала, сделаю из кабачка. Так вот. Там пол кабачка лежит. Кабачок. Немножко огурчиков. Помидорчики. Перчик. А помидоры еще, знаете, с тех времен, в светофоре, когда я покупала, вам давным-давно показывала. У меня уже свои спеют, понаспела, и эти все лежат. И здесь у меня осталось вот три яйца. Все. Больше ничего у меня нет. Шаром покати. Тут одни соусы. Вот так вот, девочки. Вот так вот и живем. Ну, сейчас муж домой приедет. Будем готовить. У нас уже без двадцати четыре. А я все уже села в машину. Поеду сейчас в Омск. Надо еще на заправку заехать, заправиться. Говорят, бензин подорожал. Не знаю. Сейчас посмотрим. Аж на целых пять рублей. Ой, девочки. Что там? Девяносто второй. Сорок семь шестьдесят. Ну, еще не подорожал. Куда уже? Куда? Скоро будем на лошадях ездить, на телегах? Ну, это же вообще конский ценник просто. Короче, заправилась я по максимуму. Пока у нас еще цена не поменялась. Сорок пять литров. Ну, у меня уже лампочка горела. Вы видели. Сорок пять литров залила. А у меня, короче, семь литров в горловину. Не влезла все в бак. В горловину уже выжила. До последнего все залила. Ну, вот. Блин. Темно. Ночь. И не фокусируется. Камера не могу одной рукой вам фокус поймать. Ладно. Мне удачной и хорошей дороги. А вам всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok